Итак, сегодня обсуждаем школьные поборы, как их можно остановить и насколько они вообще легальны и законны. Говорят, что образование у нас в стране бесплатное, но родители только успевают оплачивать ремонт класса, услуги на дополнительные занятия, подарки учителям, потом фонд класса. Вот недавно родители детского сада номер 179 выступили против денежных поборов и, кстати, после проверки там выяснили, что действительно эти поборы были не совсем законные и не совсем на то, что в принципе они собирали деньги. Также жители соседнего Сосновоборска, например, родители были против установки турникетов и пропусков школы за их счет. Вот сегодня будем говорить о том, как умерить аппетиты школьного руководства и куда жаловаться на бесконечные сборы. Итак, у нас сегодня в гостях Светлана Попова, заместитель начальника отдела главного управления образования Красноярска. Светлана Викторовна, добрый вечер. Также Наталья Качина, председатель родительского комитета. Наталья Вениаминовна, добрый вечер. И Наталья Мельникова, депутат Красноярского городского совета. Наталья Сергеевна, добрый вечер. Историй таких, я думаю, очень много. Все-таки, если давайте поговорим о законности, насколько законно и на что вообще в принципе могут в детских садах и школах собирать деньги? Ну, прежде всего, надо сказать, что добровольные пожертвования, они регламентированы законодательством действующим. И привлечение добровольных пожертвований, в принципе, оно не запрещается. Но здесь надо разобраться, что такое добровольное пожертвование. И каким образом, каков механизм привлечения этих добровольных пожертвований. Иногда у нас в образовательных учреждениях, мы не скроем, бывают перегибы, как говорится, на местах, когда родители начинают давить на других родителей, которые не могут, например, оказать добровольное пожертвование. А тем не менее, в классе начинают собирать какие-то деньги на какие-то, например, вещи. И здесь надо понимать, что есть, например, какие-то обязательные вещи, которые родитель должен сдавать, ну, например, на питание ребёнка. То есть есть ребёнок, если питается в школе, то родители должны питаться. Но при этом он может и не сдавать, если против того, чтобы ребёнок питался в школе. Да, конечно, конечно, это уже на усмотрение родителей. Или, например, если, например, в классе предусмотрены какие-то поездки или выходы в театр здесь тоже. Остальное, в принципе, это добровольное пожертвование. То есть кондиционер в классе установить, это будет тоже добровольное пожертвование. Да, это всё на добровольное пожертвование. Даже если в таком добровольно-принудительном порядке всё это происходит. Вот смотрите, ведь когда родители собирают, например, собрались, например, родительским комитетом в школе и говорят, давайте вот мы фонд класса, организуем такой некий фонд класса, откуда будем брать эти деньги. Выбирают канзначея, который будет эти деньги собирать, потому что ни учитель, ни вообще педагогический работник. Ну да, обычно это председатель родительского комитета. Да, вообще не имеет права брать деньги в руки. И когда, допустим, они собираются, даже если решение родительского комитета сказали, давайте мы соберёмся по 100 рублей, оно всё равно нелегитимно. А родитель, который не хочет добровольно сдавать, он может не участвовать в этой ситуации. Насколько может? И насколько он понимает, что это безопасно для него и для его ребёнка, так скажем, морально? То есть многие родители понимают, что лучше сдать, чтобы не связываться. Ну, наверное, может так и думают родители. И те, кто не имеет такой возможности, они и не сдают, и никто их к этому не принуждает. Но здесь же надо исходить... Только когда они не имеют такой возможности, то есть когда... Понятно, что у родителей просто нет денег. А когда не хотят, например? Ну, не хотят, ведь здесь же вопрос в том, что мы большинством принимаем решение, например, благоустроить как-то класс или какие-то решить проблемы, те, которые из бюджета решить невозможно. И если мы принимаем решение большинством, то, конечно, это большинство сдаёт. Но, опять же таки, принуждать кого-то никто не будет. А что происходит с теми, кто против большинства идёт и принципиально не сдаёт? Как вообще эти родители, эти дети в классе потом живут, общаются? Ну, родители, собственно говоря, там не дружить приходят. И поэтому такого близкого общения, наверное, нет. А как это может сказаться на ребёнке? Я не думаю, что это хоть как-то может сказаться на ребёнке. Они там в своём детском коллективе, а мы просто принимаем участие. А вы в своих родительских чатиках, которых я знаю, часто творится очень страшное. 202-22-22, телефон прямого эфира. Если у вас есть история на эту тему, вы считаете, например, что сдавать на что-то в школе или детских садах – это совершенно нормально, либо вы против, то дозваниваетесь и рассказываете нам. Но всё-таки насколько даже сбор денег среди родителей действительно нелегитименную поняли, но насколько это вообще нормально? Знаете, я бы тоже хотела высказаться по поводу сбора. По сути, вот эта добровольность, она должна определяться родителям. Если он считает, что необходимо сдать на это денежные средства, то да, он должен сдать. Потому что зачастую даже охрана в школах осуществляется, уже устанавливается и оплачивается за счёт родительских сборов. Несмотря на то, что вообще должно обеспечиваться безопасность и охрана обучающихся во время учебного процесса, должна обеспечивать школа, то есть учебное образование. Но тем не менее, мы как родители понимаем, что, наверное, лучше сдать денежные средства, чем ждать от администрации выделения денег с бюджета, тем более, что это очень сложная и длительная процедура. Но тем не менее, вот таким вот образом мы, родители, делаем медвежьи услуги самим себе. То есть администрация, понимая то, что школа поставила себе охрану, школа прекрасно функционирует с турникетами, с чипами и прочее, они уже не будут закладывать эти денежные средства и на другие школы. Тем самым просто получается вот такой порочный круг. То есть государство тебе экономит за счет нас? Конечно. Чем больше денег, получается, мы вкладываем в своих детей, считая, что это будет лучше для наших детей, мы обеспечим им хороший учебный процесс, мы обеспечим их хорошими учебниками, тетрадями и прочее. Тем не менее, мы на самом деле, получается так, что рассчитываем только на себя, и государство, получается, возлагает на нас эти обязанности. Сейчас мы платим по тысяче, например. Если сейчас мы не заплатим, то, возможно, каким-то следующим классом уже не с нашими детьми там что-то решится, но сейчас наши дети учатся, и не хватает денег на учебники. Да, конечно. Администрация считает, что, наверное, так лучше. Зачем вкладывать туда денежные средства, когда можно возложить обязанность на директоров школ и потребовать как раз обеспечения норм, которые сейчас существуют. Мы прекрасно знаем, что сейчас охрана обязательно должна быть, противопожарные, СС, питание, это все есть, требуется государством. Но за счет кого финансируется? Родители. Ну, хочется верить, что все-таки не во всех школах и детских садах так происходит. У нас есть звонок. Здравствуйте, в эфире мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Светлана Борисовна. У моей подруги учится девочка в 10 классе, на улице Марковского есть школа. Вот в прошлом году собирали по 3 тысячи на обрезку деревьев, это около 90 тысяч получилось. Деревья не обрезали, деньги ушли. В этом году опять собрали точно так же. А вот то, что вы говорите, что никого не гнобят, все это вранье, понимаете? Если ребенок один какой-то не сдает в классе, то его не сводят, что-то знает до какого, и нищим обзывает и всякое. Так что вы просто не от мира сего говорите, или себя прикрываете просто. Вот что я хотела сказать. Наталья Вениаминовна, спасибо большое за ваш звонок. Утечка информации с родительских чатиков в класс среди детей все-таки происходит? Они в курсе, кто там что платит или не платит? Ну нет, ну разве я, вот буду я взрослый человек со своим ребенком обсуждать вот подобные проблемы? Я не знаю, ну у всех разные, конечно, какие-то свои моральные установки. Но я ребенка, уж 100% этого все вмешивать не буду. А как учитель, какое отношение он имеет к родительскому комитету, к сборам? В конкретно вашем случае учитель никак... Да никогда, сколько я, вот у меня вторая дочь уже учится, никогда учитель даже в руки сам не берет деньги. Но это и нельзя ему делать. Это по закону нельзя делать. Да, то есть всегда собираются родителями, и родители уже тратят их там. Вот смотрите, я хотела бы еще здесь уточнить по поводу пропускного режима. Ведь пропускной режим может осуществляться как бы в двух вариантах. Как в небюджетной основе, так и в небюджетной. Что такое бюджетная основа? Это когда сидит, например, человек в образовательном учреждении, в должностных обязанностях, которого введено именно осуществление пропускного режима. Вахтер. И, в принципе, у нас таких школ очень много, более 40, где нет ни турникетов, нет ни охранных вот этих предприятий и так далее. Но есть образовательные учреждения, которые очень большие, и там действительно бабушка или женщина, которая будет сидеть там, она просто не справится с тем объемом и с тем потоком людей. Ведь, смотрите, турникет, он предназначен для того, чтобы не проходили посторонние люди. Тем более, допустим, вот установка турникета может осуществляться как за счет средств вот этой фирмы, которая устанавливает. А потом вот эти смс-ки, которые приходят родителям на телефон, они просто платят за это. Но все равно это то, что должны сделать все. То есть родители, если... А как, если тебе не выдали карту? Получается, что ребенок не может пройти? Нет. Ребенок проходит, ему просто охранник или кто там, он осуществляет своей картой. Если он пропускает ребенка, здесь нет никаких проблем. Просто родители не получают дополнительных услуг, уведомлений и так далее. То есть у родителей все-таки есть право не платить за общую эту охрану? Есть право не платить за эти карты и не покупать их. Сейчас все это услышали. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, это я? Да, как вас зовут? Мы вас слушаем. Роза Анваровна меня зовут. Я вот проживаю в частном доме, правда, и есть городские мои знакомые, у которых ходят дети в школу. И постоянно у них вымогают. Садик вот ходит у соседки, она вдова. Там вымогают, в школе вымогают. А если не дают, не платят эти деньги, то они становятся изгоем вообще всего класса и всех этих... Ну, постоянно вот такие... А кто гнобитый, кто вымогает? Это дело управления, то есть руководство или воспитатели учителя? Вы не в курсе, кто это? Не воспитатель... Ну, и воспитатели, наверное, в садике, если отказываются, то уже смотрят не так, как нужно. Взгляд меняется. Взгляд меняется, да, на ребеночка. Спасибо большое. Да, ну, вот такой вот уже похожий, кстати, комментарий. Но все-таки, где родителям понимать, что вот это может быть добровольный взнос? Например, ну, чего-то там не хватает, так скажем, по улучшению класса. Кулер они хотят поставить, кондиционер установить. Ну, поменять, допустим, там шкаф или какие-то столы. Это такая уже... Некоторые приходят родители, чтобы улучшить как-то ощущение ребенка в своем классе. А где все-таки обязанности школы и где точно платить не нужно? Нет, ну, обязанности школы, в принципе, это материально-техническое обеспечение, это парты, это шкафы, это столы, это доски, это различные такие материальные технические вещи, как компьютеры и так далее. На химии, это кабинет химии, например, надо обязательно. Например, на учебники, вот про учебники разговор возошел. Вот да, почему в начале года все-таки собирают сумму со всех? Учебники у нас всегда бесплатные, это точно. Потому что у нас выделяется из краевого бюджета деньги на покупку учебников по всем. А вот уже рабочие тетради, они уже могут закупаться как за счет родителей, так и за счет школы. Если действительно в учебно-методическом комплекте школы предусмотрены рабочие тетради, тогда школа должна обеспечиться. Ну, они, конечно, предусмотрены, эти рабочие тетради. И да, учебники действительно выдают бесплатно, но рабочие тетради в любом случае ложатся на родителей. Ну, это же удобно. А сумма где-то в районе двух тысяч на одного человека. Ну, так скажем, не маленькая, если учесть, что доходы у родителей разные. Поэтому здесь уже родитель сам принимает решение, будет он покупать эти рабочие тетради цветные и так далее. И они принимают решение. Если нет, ну, пожалуйста, не будем принимать эти вещи. Ну, как я знаю по опыту, если вы не покупаете рабочие тетради, вам предлагают вот эти 400 или 500 страниц просто скопировать. Наверное, родители тоже. Вот вы как считаете, всё-таки не стоит идти на поводу и покупать эти рабочие тетради? Ну, хуже же своему ребёнку сделаешь. Я всё-таки считаю, что должно приниматься, во-первых, решение это коллегиальное. А зачастую, когда мы приходим в школу со своим первоклассником, нам уже говорят, вам надо сдать на то, на то и на то. Несмотря на то, что эта школа может быть новой и открыта там буквально пару лет назад, нам сразу обозначают сумму, которую мы должны заплатить. Но, может быть, это как раз и минус школы или вот этого педагогического совета, да, в том, что не объясняется, на какие нужды это будут идти. И люди считают, что они скидываются на учебники. А на самом деле оно, допустим, пойдёт на развитие школы, да, там, либо на ту же охрану. То есть, во-первых, должно быть информирование. Во-вторых, людей тоже надо спрашивать, когда они приходят, хотят они за это платить или нет. Может, на самом деле, я не хочу, чтобы мой ребёнок учился по этим тетрадям, пусть он заполняет вручную. Прочерк свой расписывает, правильно? Поэтому здесь... А вы так делаете? Не должно навязываться. Ну, рабочие тетради приобретаются, кто не хочет, не приобретает. Ну, а у вас был такой инцидент, когда какая-нибудь родительница или вот родители прям что-то сказали, нет, и всё. И вы просто позволили им, например, за что-то общее в классе не платить. И деньги до конца выбиваете. А вы сейчас про рабочие тетради или в целом? И про них вообще просто в целом. Нет, до конца. Ну, как можно до конца-то выбивать? Я не знаю, вот когда говорят, у нас какие-то вымогательства этих средств происходят. Я даже не могу понять, в какой форме. Мы же все люди нормальные, понимающие. Вот я, когда у меня училась старшая дочь, у нас у одной девочки погибла бабушка. И у неё никого не осталось. Мы на выпускной, родители, у кого есть возможность, мы и скинулись и на празднование этого выпускного. И на платье, на туфельке, чтобы вот ребёнок вместе со всеми ребятишками отпраздновал вот этот знаменательный день. Ну, это уже, конечно, относится к другому, да. Да нет, я к тому, что больше таких дубров подходит к концу. Вот на такой ноте мы сегодня завершаем. Спасибо большое зрителям, которые были с нами. А также я благодарю Светлану Попову, заместителя начальника отдела Главного управления образования Красноярска. Спасибо большое. Также Наталья Мельникова, депутат Красноярского городского совета. Спасибо, что были с нами. А также Наталья Качина, председатель родительского комитета. Наталья, вам тоже спасибо. Зрителям спасибо и всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok